По самым скромным подсчётам, за всю историю существования человеческого общества произошло не менее 6000 различных войн, от междоусобных до мировых. История нашей страны тоже, к сожалению, изобилует сражениями и битвами. Только в XX веке Россия участвовала в восьми войнах. Неудивительно, что в каждой республике, в каждом городе или селе, в каждой семье есть свои герои. Военфельшер Николай Сапаркин из тех, про кого говорят, родился в рубашке. Великая Отечественная война застала его в Молдавии, где юный выпускник цивильского медучилища проходил срочную службу. У нас соглашение в лес, в лагерь, спокойно ждём. Никто не знал, что война. Все офицеры ушли домой к совещаниям воскресенья. Ну вот, утром, в три часа, солдаты наши поднялись. Мы в лесу под танковой спали. Вот. А они, говорят, с самолетом прилетели. А они, говорят, наши. Три, говорят, не наши. Они начали побить тишинёв, аэротром, танковый тром. Вот. Говорят, война. А дальше, мы дальше. Нам сказали, естественно, не выходить. Закопали, понимаете, от этого окопа, всё. Нас переводили. 1 июля мы получили первое боевое крещение на реке Пруц. Всю войну Николай Яковлевич находился в самой гуще событий. Часть, где он служил, всё время оказывалась в эпицентре боевых действий. Первое ранение обернулось для фельдшера пленом. А нас окружили. Сюда смотришь, немцы. Туда смотришь, немцы. Сзади немцы, бехи немцы. Я там был ранен, ногу. Что привели, немцы? Кобесай? А я говорю, не без комесай. Я арт, врач. А мне ступка с тобой, сайтара ступка. Вот так. А где подошел, госпиталь, ступку взяли в бою. Сапоги хоровые сняли. Нас охраняли. Не, не видели две. Кобесаре еще. Ну охраню, вадим был немец. Хороший мальчик. Назарит, знаешь? Знаю. Мест врата. В адрес, он говорит, о, Назарет. А я думаю, если реку, говорит, они нельзя стрелять сзади. Вот я пришел к больницу районную. Человек-пять лежат на полу в коридоре. Окна нет, кровати нет, все разбито. Я говорю, не скажите, пускай присутствие, все. Но вот ночь. Встаем. Утром встаем. Кольки, батареи, а вот я говорю, что так нет. Я работаю в полиции. Пришли наши участки, вот, освободили. У меня осталось еще пять человек раненых. Я их погружил на сайтарную машину. Они увечли, 12 сайтарных батальонов. Метцебантов. В составе Горловской дважды краснознаменной дивизии Николай Сапаркин участвовал в боях за Крым. Дошел до Восточной Пруссии. Занимал землянский полуостров. Мы стояли в этой острове, вся часть. Обновили дамок, обетели. Война кончилась. Вот. А что война кончилась? Не в тень, а? Прорадовали нас. Вот. Прошли немецкие пленные. Стройем. Вот мы смотрели, остались. Сколько боевых операций и сколько раненых пришлось вынести с поля боя, считать было некогда. Сам Николай Яковлевич, кстати, в госпитале ни разу не лежал, только в медсанбате, чтобы не оставлять свою полку без медика надолго. За заслуги был не раз награжден. Но самой главной наградой считает солдатскую удачу, которая помогла пройти всю войну от первого до последнего дня и остаться в живых. А для пехотинца это, прямо скажем, было непросто. По некоторым данным, из тех, кто был призван в 41-м году, до победы дожили лишь 0,4%. Родные и близкие уверены, все дело в том, что родился их героический дед в день Николы Зимнего. И небесный покровитель бережет Николая Яковлевича Сапаркина все 95 лет. Вторая мировая война прошла через историю многих государств, по-своему перекроив судьбы их граждан. Великая битва оставила на теле земли такие раны, что они не затянулись и до сих пор. Но еще более глубокие следы хранятся в человеческой памяти. Каково это – остаться без отца, да еще в самое тяжелое время, знают многие урмарцы. Сегодня они все взрослые, уверенные в себе люди, добившиеся успеха. Но сквозь эту уверенность нет-нет, да и прорывается неизбывная боль. Отец ушел на фронт через неделю после начала войны, то есть 29 июня. И мы остались дома троем. Мать, мама, моя сестра Раиса. Через пару месяцев родилась вторая сестра – Алифтина. Отец по мобилизации в составе команды прибыл в Ленинградскую область, в город Сланцы. Но их оттуда быстро выгнали немцы, потому что немцы были очень сильно вооружены, у них и техника, у них и все, что нужно для ведения войны. А у наших отцов одна винтовка была на двоих, даже иногда говорят, на троих одна винтовка. Котелков не хватало. В ней в тяжелейших условиях были. Извещения прислали. Ну, он же погиб в 43-м году. Я еще в школу не ходил, читать не умел. А я помню и с пищем, когда отец был еще жив, значит, писал «Пулково, Пулково». Мне слово это, не знаю, «Пулка, которую едят» или это название местности. А узнали, значит, а потом повторное извещение пришло из военкомата, из Янчиковского военкомата прислали. Это прислали только в 47-м году. Когда кончилась война, я в первые дни почти каждый день выходил на вокзал. У нас там от деревни в 4-х километрах Женезная дорога, станция Шоркистри. И вот с палками, значит, с клюшками и этими костылями солдаты возвращались с войны. Раненые после войны у них в госпиталах, видимо, находились. Вот. И мать-то она не выходила, конечно, а мы дети выходили, я постоянно оттуда иногда со слезами возвращались. Сложно сказать, откуда человек берет силы. Кого-то укрепляет вера, кого-то желание во что бы то ни стало победить беду, подняться над обстоятельствами. А кто-то даже не задумывается, просто живет как может. И даже в самой сложной ситуации находит что-то, что примеряет его с действительностью. Ну, жили мы почти что, можно сказать, хорошо по сравнению с деревнями, деревенскими жителями. Потому что мама работала на крахмальном заводе, пивопаточном цеху. И там все-таки мы ели мезгу картофельную и крахмал. И выжили. Мама, во-первых, не хотела нас пускать в школу, потому что невозможно было кормить, прокормить нас, одеть. Ну, я такая, видимо, боевая была. Меньшие сестры, они уже маленькие, они работать не могут. Они ходили в школу, а меня мама не пускала. Тогда мама, маме я сказала, я буду ходить в школу. И мама оставила мою сестру старшую. Она год не училась. А потом со мной в один класс пошла она. В наше время первый класс нас брали только с 8 лет. Я уж до этого работал немного в колхозе. В колхозе выполняли разные работы. Конечно, не самая тяжелая, но очень помогали взрослым на всех участках. Мы сено ворошили, солому убирали, конные молотилки были. Молотилки были, значит, работающие при помощи трактора, без трактора они не могли работать. Мы затарывали мешки во время работы молотилок. Ну, а кроме этого, ухаживали за скотиной. И тогда в школу мы ходили только в октябре месяце иногда. Изредка, в сентябре, ну, как правило, когда еще в колхозе работы много, мы, значит, работали в колхозе. Потом только ближе к осени в школу пошли. Ну, это самое тяжелое было уборка корнеплодов, уборка картофеля. Хотя для того, чтобы убрать картофель, мы все ручную же делали, техники нет никакой. Поэтому до заморозков, до первых заморозков, до первого снега убирали. Сейчас вон перчатки надеваем на руки, а тогда перчаток не было никаких. Наши руки, они, как говорят, как красные у уток, ножки у утки красные, наши руки тоже такие красные были. Когда в 1945-46 годах советским колхозникам начали давать медали за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, люди отнеслись к награде спокойно, если неравнодушно. Все работали как могли, что, что такого. Лишь потом пришло понимание – это признание настоящего подвига, который совершили женщины, старики и дети, в том числе и из Урмарского района Чуваши. Не зная прошлого, невозможно понять будущее. Между двумя мировыми войнами у народов Европы было 27 лет, чтобы выучить урок заданной истории. Не успели. Но, как справедливо заметил кто-то мудрый, лучше поздно, чем никогда. Трудно представить, что за 100 лет никто толком не исследовал такую тему, как мировая война. Нет, конечно, саму войну изучили вдоль и поперек. Но вот как события 1914-1917 годов коснулись Чувашии, и как повлияли на привычный уклад российской провинции, в нашей республике особо не интересовались. Между тем, в историческом архиве имеется довольно объемный массив документов в периоды Первой мировой. И специалисты уже приступили к работе над специальным сборником. Мы делаем сборник документов, который будет состоять из нескольких частей. И первая, которую мы сейчас готовим, посвящена военнопленным в Чувашии. То есть это автровенгерские, германские, в том числе и турецкие. Правда, турецких документов мало, но они все равно здесь были. Это военнопленные, которые прибыли сюда, здесь располагались, здесь трудились, несмотря на все. И потом уже возвращались отсюда обратно на родину. Это тема, которая фактически никем до сих пор за редкими упоминаемыми не освещалась. Но, с другой стороны, без этого понять нашу экономику внутри тоже невозможно. Это аспект экономической деятельности, когда военнопленных, учитывая, что трудовые руки ушли на фронт, привлекали и к сельскохозяйственным работам, и к работе в слесарных и прочих мастерских, к работе в лесозагодовительных пунктах. Второй том будет посвящен конкретно неэвакуированным и беженцам на территории Чувашии. То есть мы хорошо знаем в советское время, в годы Великой Отечественной войны, как у нас принимали здесь население. Мы знаем, как к ним относились, как их размещали. У нас есть их воспоминания. Но точно такой же поток беженцев происходил в Первую мировую войну. И об этом у нас тоже практически данных ведь нет. У нас много документов, которые пришли из Казани, различные циркуляры, распоряжения и прочее. Много местных документов. Есть отдельные документы, связанные с письмами этих людей, которые тоже показывают определенный аспект Первой мировой войны уже глазами другого ракурса. Интерес архивистов лежит за рамками исторического исследования. Они намерены затронуть и социальные аспекты, и экономические, и тонкости межличностных отношений. Впрочем, это обычное дело. История ведь изучает не только события, но и причины, их вызывавшие предпосылки и процессы. Мы не смотрим на это как война. Мы не смотрим на это как чисто тыл. Мы не смотрим на это как просто экономический фактор. Мы смотрим на человека, который оказался здесь. Пусть это иностранец, попавший в плен в определенные условия и отношение к нему или отношение с его стороны. Это наши люди из других регионов, которые по тем или иным причинам оказались здесь и тоже как-то через свою судьбу преломляют. Это официальные документы, которые к ним относятся. Это их переписка, где они о чем-то просят, указывая свои проблемы, указывая на свои какие-то трудности или наоборот благодаря за какую-то помощь. Это вопрос об отношении межнациональном, между... Потому что если мы берем конкретно аспект военнопленных, есть документы, которые свидетельствуют о том, что к славянам военнопленным отношение было немножко помягче, чем к австро-венгерским или германским, или турецким. Есть документы, которые показывают отношение самих военнопленных к местному населению. С первых минут рассказа я забыла про время. События стулетней давности оказались настолько интересны, а параллели с настоящим настолько неожиданы, что захотелось взять школьный учебник и вновь перечитать. Хотя ни в одном учебнике не найдешь такого богатого материала, как в архивных фондах. Чтобы далеко за примером не ходить, можно даже вспомнить такое всем известное учебное заведение, как Симбирско-Чувашская учительская школа. У Ивана Яковлевича Яковлева был при школе своеобразный сельскохозяйственный участок, где как раз большинство учащихся проводило сельскохозяйственную практику, где они каждое лето или в рамках учебной нагрузки изучали в рамках уже естественного труда какие-то сельскохозяйственные агрономические навыки получали. И в годы Первой мировой войны до 10, а иногда 20-25 человек работало из военнопленных в этой сельскохозяйственной мастерской у него там на участке. Причем получалось как? Так, если исходить из сопоставления документов, их, конечно, немного, но они по-своему каждые уникальны, потому что о чем-то свидетельствуют. Вот есть документы, когда Иван Яковлевич жалуется о том, что вот такие-такие военнопленные, прежде всего автро-венгерские, отказались работать по тем или иным причинам. Все бросили, и пара из них даже совсем ушла в Симбирск, не поставив в известность своего начальника там. Есть, наоборот, примеры, когда люди хотели бы работать, но пока их конвоировали из Симбирска до школы, до этого сельскохозяйственного участка, они заболели. В итоге пришлось вернуть его в Симбирск, чтобы он проходил лечение, и больше он уже к труду там не способен. Турки, вот единственный факт, который пока на данный момент мы встретили от урведских военнопленных, это как раз работники сельскохозяйственного участка, вот у Ивана Яковлевича Яковлева в Симбирско-Чувашской школе. Причем они по характеристике самого Ивана Яковлева хорошие работники. Встречаются документы, когда полицейский надзиратель за каждыми группами военнопленных в городе или где-то должен был наблюдать определенный полицейский чин. В городе это полицейский надзиратель, именно за военнопленными он выделялся специально, у него другая нагрузка отсутствовала, он занимался только вот этой работой. И вот их рапорты показывают, что иногда военнопленные офицеры, они по сравнению с рядовым составом жили в гораздо более прелегронном положении, потому что если военнопленных размещали в каких-то домах, которые арендовали у местных жителей, приспособленных под многочисленное число проживающих, это, по сути, да, и говоря современным языком, это что-то вроде тюрьмы-общежития. Потому что надзор есть, какие-то условия минимальные для проживания созданы, но вот кто сдавал дом, он получал, в отличие от нынешнего общежития, за это деньги. Государство ему платило за то, что у него в доме размещается определенное количество военнопленных и оплачивало как бы по головам. В том числе отдельно оплачивались, допустим, отопление, освещение, вот эти все моменты. Они оговаривались в договоре между этим человеком и уездным каким-то полицейским чином или военным начальником, вот за все это. Впереди большая научно-исследовательская работа, которая займет не один год. Но уже сейчас можно сказать, что сам факт появления военнопленных заметно повлиял на жизнь в уездных центрах. Когда уже Россия попала в ситуацию такую, что у продовольствия дефицит, дефицит продуктов первой необходимости не только в городах, но и в самом селе уже, откуда все выкачали, дефицит товаров, которые обычные бытовые. И есть документы, свидетельствующие о том, что офицеры иностранные, которые здесь проживали, были гораздо более лучше обеспечены, чем многие местные жители. Потому что есть приказ, допустим, по городу Цивильску, когда запрещалось офицерам военнопленным, находящим на территории того или иного поселения, покупать больше определенного количества товаров. И там идет короткий перечень того, что можно купить в каких количествах. Потому что жалобы граждан сводились к тому, что приходит офицер на рынок, у него денег много, он смел все, а местным жителям есть нечего. Вопрос, откуда у них были деньги? У нас Россия, как и все остальные страны, она же член международных каких-то организаций, все равно Красный Крест, и через банковские переводы можно было получать деньги с родины. И наши военнопленные в Германии теоретически могли получать переводы из России, в том числе и продуктовые посылки, все можно было отправить. Правда, в течение времени вводились ограничения, что нельзя вот это. И чем дальше шла война, тем больше ограничивалось количество того, что можно отправить. Вопрос в том, доходило ли, это уже другой вопрос. Отправить можно было. И отправляли. За определенную плату, которую устанавливало почтовое ведомство, можно было отправить до определенного веса посылку туда. И получить. Соответственно, офицеры получали, но они все-таки более состоятельные, более обеспеченные семьи там, поскольку это офицер, и они получали деньги. Основной контингент военнопленных был сосредоточен в Чебоксарах, Алатаре, Цивильске и Ядрине. Мы обязательно побываем во всех этих городах и постараемся узнать, как они пережили Первую мировую. А пока вопросы нашей телевикторины. Внимательно смотрите и запоминайте. Какие объекты на территории Чувашии построены военнопленными Первой мировой войны? Какие наши земляки прославились участием в Первой мировой войне? Ответы присылайте по адресу Проспект Ленина, 15 или по электронной почте. Викторина, Дефис, След 21, Собака, Яндекс.ру Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова